поэтому я вернулась ехать мне еще показывает что минут сорок поэтому да продолжаем разговор на чем мы там остановились я уже не помню вы мне напомнить какие там разговоры были у нас какие вопросики про орехи помню последний вопрос поправляются ли от орехов я объясняю что поправляются не от орехов самих от профицита орехи очень калорийны вот поэтому так это не куртка это пальто такое короткое пальто это dior dior зимняя коллекция 19 и 20 год зима пятерочки акции на индейке классно я индейку не ем водительский стаж у меня лет наверное 15 по моему 12-15 лет уже это моя раз два три четыре пятая машина пятая машина меня я механику не умею водить вообще я сдавала на права когда я теорию сдала сама клянусь сама учила зубрила сдала все правила когда пришло время практики сдавали только на механике когда я сдавала короче сажусь я в эту машину а там вот это вот писюлька которую надо дергать я не понимаю куда как и три педали я вообще не понимаю на чоку дожать гаишник на меня смотрит и говорит ты хоть тронуться сможешь я вне ну максимум за угол давай заедем сделаем вид как будто я сдала но честно скажу но вы же знаете сейчас не знаю как но раньше можно было решить вопрос вот не лезет куриная грудка и и сама не ем я ем рыбу морепродукты кальмары я не люблю мясо и птицу редко им я ем но очень редко нет не боюсь не ботокса не диспорта колю с 22 или 23 лет а как отношусь гимом хорошо я участвую регулярно в розыгрыше гилов и все такое люблю эту активность и вообще это классно потому что все по-честному я участвую где-то все по-честному в азбуке вкуса покупаю до марка машины любимая с за углом решить блин ну денежки ночевые как эти самые но я не ну реально я говорю вот я тогда говорю я зачем я сдаю эту механику никогда не ездила ездить не буду я училась только на автомате вот поэтому вот честно скажу что практику именно вождения я естественно училась в автошколе и училась на курсах экстремального вождения хорошо вожу машину мне не было практически аварий кромки это мелких не по моей вине стучок по моей вине только один раз клубу въехала вот поэтому вожу хорошо и практика просто было из-за того что я не могу механики ехать вообще я вообще не понимаю у меня вот эта моторика так не развита ты еще за эту хрень дергаешь там пипирку и еще и на три педали жмешь это для меня вообще это мой блондинест и женский мозг она все эти действия воедино не может связать я не понимаю как люди меня это делают ну почему вы третьим рядом съедите вы чё придурки что ли вот объясните мне почему такие люди придурки почему они лезут вообще третьим рядом в 2 ряда третьим рядом дурачки какие-то не на механике не менее трактористка я вообще ни разу для меня это очень сложно первая моя машина была mercedes цешка купе ну на авто автомат естественно раздолбала ее всю вообще но она была не новая она была бы уж на ну раздолбала ее вообще всю поэтому первую машину не перейти дорогую которая пошла на курсы экстремального вождения и меня там научили многому мне действительно помогло вот прям советую от души хорошая штука ну хорошие курсы только я уж не помню какие нет я не на ленинском еду тяжело ли начать свой бизнес смотрите вам нужно иметь свою фишку то есть надо иметь свою фишку и естественно вы будете зарабатывать только когда вы на себя работаете ни на кого никогда работая нельзя заработать нормальные деньги но если вы конечно не топ-менеджер какой-то корпорации крупной поэтому конечно лучше делать свое дело хотя бы небольшой делится но свое иметь то не сложно принципе надо просто регистрировать и по все по-честному чтобы было вот и начинать в принципе продвижение надо понять какой вы продукт будете продавать конечно нужно иметь какие-то понимания о маркетинге чисто вот банальной да тут хотя бы курсы какие-то книжки изучить если вы не понимаете то взять маркетолога какого-то потому что надо понять чем уникален ваш продукт и чем он будет привлекать потребителя но на самом деле конечно нужен какой-то небольшой хотя бы капитал то есть большие денежки которые можно вложить я не катаюсь ни на велосипеде на роликах я не умею вообще катаются у нас да мне дочка катается на я не умею да у меня весь спортпит с мой протин когда начинала бизнес какими ситуациями я вам расскажу какие ситуации столкнулась это персонал самое сложное это персонал потому что люди не хотят работать вот люди вообще не хотят работать понимаете люди плачут денег нет а работать вообще не хотят вообще не хотят и это самое сложное найти людей которые хотят работать даже все хотят получать деньги а работать никто не хочет и всех надо пинать вот всех надо пинать да у меня был проект с едой про вкус но там была на самом деле потом уже сложная ситуация во-первых бизнес очень сложно с едой очень много финансовых издержек то есть он очень затратный очень много персонала курьеры менеджеры повара цех где очень дорогое оборудование оборудование надо много сидел большой объем постоянные инвестиции инвестиции плюс аренда коммунальные платежи за помещение которое должно быть но достаточно много есть на самом деле вот и там произошла такая ситуация что мои друзья нас было мы когда это все это начиналось на нас плане скачек мои друзья вышли из бизнеса потому что там им было уже не интересно и вот эту свою часть этого бизнеса они продали женщине которая никогда в жизни не занималась бизнесом но она домохозяйка я видимо муж как-то это купил я не знаю но в общем на не имела понятия ничего не о спорте не бизнесе и и она взяла себе купила этот бизнес там часть эту но просто я знала что то что она начала делать что это приведет к провалу я вышла раньше чем этот провал случился через полгода он закрылся как я предсказала вот работа видите как хорошо надо любить свою работу лентяев да пруд пруди вот не говорите я каждый говорит я хочу работать а по факту все начинают лениться и никто работать не хочет даже какие-то банальные там вещи выполнять зато как дело про зарплату доходит такого сразу конечно первое поэтому самое сложное в во всем процессе это найти людей которые хотят работать вот а на втором месте это организовать всех людей которые хотят и не хотят работать так чтобы все это как винтики в механизме все это работало я учил английский сама и испанский французский тоже учусь ума я французский очень хорошо понимаю немножко говорю и так же у меня испанский вот ну конечно я свой уровень назову как базовый но я его очень хорошо понимаю я еще учу где он только что с ним разговаривал на месте порядке мужчины так от белковой пищи ничего никуда не садится чё по итогу с чего их и на ровере ничего не сделали ровер отогнали ничего не да конечно я свою долю просто отдала все ну просто очень сложно вести с человеком ну то есть понимаете партнеры они должны еще и совпадать по каким-то взглядом то есть невозможно вести дела с чеком которым ты на другой языке на другом говоришь английский я учила как только не учил и по книжкам и по программам и по учебникам и самое главное это практика конечно больше общаться больше разговаривать поэтому это с любым языком относится сейчас я дочку хочу летом отправить на две недели в лагерь учить английский язык знаете я замеры не замеряла не знаю вот поэтому в языке в любом важна практика я например французский испанский учуного практики у меня очень мало поэтому я говорю плохо но понимаю хорошо у меня хороший словарный запас что я это все читаю 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 а разговаривать они разговариваю вот поэтому вот если вы хотите учить английский я могу рекомендовать приложение бусу называется с двумя у бусу на английском пишется и она классная от по нему французский хорошо потянула но она словарного запаса не предоставляет вам ну и точнее словесного какого-то практики а словарный запас до хороший у меня столько спортивной одежды вы не понимаете но я ее раздаю раздаю своим пикиняшка бесплатно вот и раздаю родственникам близким отдаю спасибо за комплиментики а издавала как это называется уровень короче у меня средний чуть чуть выше среднего английский вот причем у меня из по тесту разговорные у меня на в пять с плюсом вообще а грамматика хромать я поэтому на английском не пишу я реально с ошибками пишу потому что я английский более использую разговорный чем письменный и я начинаю короче писать с ошибками и мне начинают все в комментариях вот еще с ошибками я после этого перестала писать потому что у меня бесит потом грамоте и которые приходят в комментарии меня начинают раздражать поэтому у меня вот разговорный он вообще отличный то есть я практически свободно общаюсь на английском а вот пишу конечно с ошибочками потому что я учила в основном разговаривая вот поговорить не с кем видите и свернуть время назад в каком возрасте я родила первый ребенок в таком же родила бы потому что мне так нормально я не считаю что очень рано надо идти рожать мы это психологически как сформировался надо рожать я не понимаю когда там 20 лет правда рожать но это конечно неплохо там наверно быть молодой мамы но мне кажется уже психически психологически созреть для для детей 1 2 жиров ну все индивидуально зависит вообще от общего колоража зависит от общего колоража ну кто-то и на лоу карбс сушится до хайфет поэтому очень сложно сказать нормально жиров не нормально жиров я не понимаю это ну как бы все индивидуально вообще все индивидуально в плане питания то есть настолько все по-разному и обмен разные людей да допустим кто-то работает на в основном на этих на углеводах кто-то на жирах кто-то на белках смесь девочки которые мало жиров едят но едят много углеводов и сохнут а есть наоборот которые едят жиры углеводы мне идут вот куда я планирую отдыхать летом вы знаете я не не планировала пока никуда я хочу завести кошку мне не разрешают животных только игрушечных вот поэтому я пока просто мне новый ремонт и многие не хотят что портили нет будем математик с это не мой проект и не связанный стар будет у меня отдельный проект вот сайт аминокислоты но принимать можно и нужно если вы интенсивно занимаетесь спортом на тренировки можете принимать как правило там мерная ложечка грамм 78 принимать зови меня к себе на работу зачем вы мне там нужны не часто пишут тренера говорят на работу но у меня не такой большой состав работников я много чего делаю сама поэтому мне как бы особо не нужен мне никто особо не нужен поэтому работа никого не принимаю пока нет а плюс я если даже беру на работу колчаться новый проект я беру мне нужен будет мне девочка из которой маркетолог образование она же и пикиняшка я беру своих у меня везде работают только мои я стараюсь своих девчонкам помогать вот не беру посторонних не беру посторонних хочу телево знаете зависит от генетики можно ли раскачаться на турашку волос до бразилии ой случайно я чё-то переключила то я могу сказать что это все индивидуальные девочки с такой бешеной генетикой которым я помогаю приютом я общаюсь я знакома лично с волонтерами и постоянно на связи и они мне пишут если надо что-то размещать я всегда помогаю приютом и сама денежку пересылаю и помогаю информационно рыхлая конституция надо смотреть почему много бывает после похудения сильного бывает что такая немножко рыхлая конституция ну либо сама по себе но это все можно исправить реально новичку нужно обязательно взять тренера чтобы изучить технику выполнение упражнений а потом уже можно через какое-то время самостоятельно заниматься очень важно до размеров бахара думаю что нет не получится ну не секрет и многие даже бразильские волос не скрывают что они используют кстати в бразилии это не считается чем-то таким предрассудительным и многие девчонки реально я просто знаю девчонок бразильских волос они открыто пишут у себя на страничке то есть я лично знаю имею ввиду они открыто пишут что там они принимают не принимают вот и принципе но я тоже в этом ничего такого не вижу я к тому что человек должен быть просто отдавать себе отчет что он делает для чего он делает и какие могут быть последствия но все люди взрослые они в вправе принимать решения вот и поэтому если они хотят вот быть такими но принимают все последствия ну пусть они колятся на здоровье на здоровье а я медленно очень еду и мне тут не 10 километров в час я смотрю на дорогу успеваем даю ли я василисе карманные деньги все очень просто у василиса подключен apple pay на телефоне к моей карте и поэтому если что-то надо она просто с apple pay с телефоном платит так удобно ну а на меру знает она никогда много не потратит она максимум там не знаю в кафе сходит рублей на 300 500 и все она лимит понимает нас уже было было с ней одна история когда у нее была подключена одна из карт на apple pay а короче у меня с этой карты почему-то отключены более смс оповещения и тут я короче захожу в мобильный банк и вижу что у меня просто минус 20000 просто за там несколько дней минус 20000 то что ребенок накупил себе слаймов я офигеваю вот просто ну и после этого конечно у нас не был скандал я отключил ей весь apple pay и потом как бы она была наказана через какое-то время и опять но уже ту карту где я кладу немного денег для того чтобы можно было тратить и не держи большие суммы вот да я понимаю есть фанаты таких ног и ягодиц и меня я тоже знаете фанат но у меня не готова к таким объемом но визуально я кайфую но на себе не кайфую когда я начала работать в этом направлении пина что вот как сейчас и больше мне не надо даже мне уже тяжело прям физически становится с большой массой и я перестала в общем в этом направлении работать мне больше не нет соревнованиях не могут участвовать женщины с имплантами в ягодицах это заметно снимают со сцены прямые то есть это вообще невозможно те кто пишут там вот эту всякую фигню про меня это мы про других но невозможно девочки снимаются сцены это заметно вот поэтому не надо это выдумывать это не то как разрешил ситуацию с бывшим мужем но мы вроде как помирились договорились об алиментах которые он все равно не платит он мне какую-то часть отдал на сегодняшний день по моему за июль или за август долг он мне отдал а еще сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль уже опять полгода набежала мне платит все равно с дочкой я не запрещаю общаться но сейчас вот подожду еще если он перестанет мне опять выплачивать долг свой по алиментам тогда я буду уже опять начинать агрессивные действия ну это невозможно просто реально ребят я видит видит бог я сама с ним мирилась сама шла на контакты пыталась решить этот вопрос он даже не пытался потом мы с ним договорились по алиментам и один фиг причем он сумму согласовал да все буду платить и один фиг он не платит мне ребенку надо сейчас лагерь летний оплачивать сейчас на весну ее надо на аллергию куда-то отправлять и опять все я сама за школу каждый месяц плачу сама то все мне это надо самой делать опять папа опять вот только на выходные в кино сводит и все вот я не знаю кто такая мария акижанова но может быть если я увижу вспомним по фамилиям у меня амнезия для своего выступательного веса нет вы понимаете вес это очень условно то есть у вас должно быть соотношение мышечной массы и жировой определенная то есть смотрите есть девочка 60 килограмм она просто у нее просто много жира и есть девочка 60 килограмм мир я то есть меня достаточно много мышечной массы не так много жира на мышц не по-разному будем выглядеть да поэтому как можно на вес вообще не надо ориентироваться на внешний вид надо ориентироваться эти к парень холостой девчата вы сейчас смотрите не потеряйте шанс кто не замужем а то эдика уведут парень-то холостой пропадает срочно ему давайте пишите привет привет помните такую песню привет привет не помню правда дальше кроме этих слов я больше не помню эдик держи щас мы тебе быстро тут невесту найдем у меня все спортивные девочки с булочками все прокаченные вообще творог не надо кушать не есть не кушать не надо творог и кефирчики пить и творожки и вообще это все не не полезная пища и поэтому завязывайте своими молочками вот это не диетическая пища особенно магазинный творог там молочная составляющая 30 процентов пальмовое масло крахмал говно всякое жрете а потом поправлюсь не поправлюсь конечно поправитесь даже не сомневайтесь как насчет меня ой нет я уже все слишком стара для замужа я уже на пенсии жена бывшего мужа не катит ли бочку я не знаю чё она катит не катит я с ней не общаюсь поэтому я не знаю наверное она как-то мысленно катит но буквальном смысле не катит что кушать после 18 а что вот есть творог и больше еды не существует который можно идти вообще не ем творог вообще молочку не ем ни творог него ну я же не умерла с голода представляете себе вечером по эти рыбки себе сделайте по и поешьте салатик я не знаю там котлетку съешьте ну почему яйца съешьте почему надо обязательно есть творог если не творог то ничего я даже не понимаю сыр я не ем но редко я могу поесть на самом деле но очень редко я не люблю сыр вообще не люблю меня иногда раз в сто лет пробивает на козий сыр знаете козий иногда вот у меня просто нравится иногда вкус козьего значит смотрите как я ем еще сам расскажу я ем одно и то же всегда утром на завтрак я ем яичницу ли омлет или просто вареные яйца я обожаю яйца и ем их в любом виде у меня вот по настроению я иногда могу омлетик с грибочками сделать иногда с помидоркой иногда я могу туда шпинат положить иногда я делаю глазунью иногда я делаю просто омлет просто это все взбиваю а иногда просто варю яйца и ем конечно можно яйца каждый день никакой проблемы с ними нет вот потом значит чего я ем второй завтрак у меня кашка потом я обычно еду на тренировку ем овсянку то есть 99 процентов времени я ем овсянку раз в сто лет я могу поесть гречку потому что это две моих любимых каши овсянка и гречка больше ничего не ну в основном значит ем овсянку туда ягодки кину там кокосовое молочко сделаю я ее не варю я запариваю никогда не варю ненавижу вареную вот эту слизь мне невкусно молоко я беру альпро в основном кокосовое или соевое да в общем потом значит у меня кашка потом я еду тренироваться я тренируюсь после тренировки я прям в кафе фитнес клуба там такой ресторан прям готовят свежее ем либо котлетки рыбные одну-две штучки с салатом либо рыбу какую-нибудь они делают гриль там филе всякое вот ем но в основном вот что-то такое там разные блюда есть и я ем обычно там салат рыбу какую-нибудь в каком-нибудь виде предвиде как котлет там либо виде просто филе потом значит у меня где-то часа четыре часов меня подступает ко мне жажда кофейку с чем-нибудь сладеньким ну бывает у меня иногда не бывает иногда бывает поэтому я беру как правило кофе себе капучино на кокосовом на своем молоке и батончик съедаю вот сегодня я ела вот это у меня тут бумажка и выкинула а вот он вот это сегодня у меня был вот этот брейк бар мой против и кофе сейчас я уже не ужинала еще пока сейчас я еду домой вот где-то в часа в четыре я съела батончик с кофе сейчас я приеду домой и буду есть вот что я буду есть пока не знаю скорее всего сейчас настрогаю салат салатика сделаю и сделаю себе какой-нибудь там креветки пожарив салатки ну или что-то но я большую порцию делаю значит овсянку не вредно я беру безглютеновую в азбуке вкус есть безглютена овсянка берете безглютен и не паритесь обычное молоко вообще гадость ужасно нет я коровье молоко коровы это прямо меня прям тошнота подступает от одного слова когда мне такое говорят я же не теленок зачем мне его пить есть более полезные варианты растительного молока из углей каша и вот я еще ем батончик и еще я ем фрукт вчера я съела две мандаринки иногда яблоко съедаю это же тоже фруктоза углеводы поэтому у меня вот кашка и еще ведь а что мне еще должно быть из углей я сложными большую часть я набираю сложными углеводами а зачем мне быстро вот чем ничего есть крупу я не мелкую я среднюю беру не люблю очень мелкую это слизь для меня мне нужно что там вот эти сохранялись хлопушки почему несчастная очень счастливая если прекрасно чувствую я не болею у меня первый раз наверно за пару лет горло першило это даже не температура ничего и не простужая и не полею прекрасно себя чувствую но я же показывала stories девчонки недавно что у меня за стайлинг как я это делаю жиры чем у вас так рыба сегодня я к омлету на завтрак кусок красной рыбы жирной села такой под как копчено соленый у меня есть чем еще в этих я знаю что сывороточный протеин капитан очевидность что это молочка но я ем молочку не по каким-то принципиальным убеждением не дай бог где-то капля молока все сейчас все в обморок упали я просто ее не люблю вкус вот этого молока и творога не молока мнение вкусно это протеин я пью протеин мне вкусно мне все равно что там это из молочной сыворотки он сделал я у меня нету недостаточности лактазной да то есть я ее перевариваю мне просто не вкусно а протеин не вкусно поэтому я его пью вот и все но я на самом деле не так часто пью именно сам протеин а я выпекла меня нет аппетита но надо что-то закинуть вот когда мне такое бывает а батончики ем да и частенько ну всякие разные такие кофе я пью две-три штуки в тень чашечки но сочувствую если аллергия это конечно плохо а я всегда такая красивая я редко когда некрасивая знать я часть заказываю то что тяжело тащить а часть покупаю то есть вот свежие что-то там рыба мясо я покупаю мне надо посмотреть понюхать вот мясо я покупаю потому что меня дочка любит куриные куриные котлетки мне дома есть кому поесть котлетки всякие мяско запеченные там это я сама не едем но я готовлю поэтому мне это все надо понюхать рыбы мороженую не ем только свежие свежую я покупаю езжу отдельно поэтому все это вот так вот все получается горький иногда ем да иногда могу 20-30 грамм с чаем могу поесть я не пробовала протеинной продукции потому что у меня мой протеин контракт я ем только мой протеин и только эту марку ем меня снабжают от этого я даже не хочу я просто не люблю я могу поесть раз в месяц знаете то есть это такая же история как с молочком меня нету какого-то убежден по каким-то убеждениями не отказываюсь от мяса там от молока то есть мне просто я ем то что мне вкусно мясо мне не вкусно меня от него тяжело поэтому я вы ем редко самый долгий период я два месяца вообще не ела мясо ну просто не хотела захотела поела то есть я не страдаю какой-то там шизой знаете я хочу поем не хочу поем но чаще всего я не хочу такой рецепт я чуть-чуть готовлю но не часто у меня нет 4 раз в день нормально есть по аппетиту главное наедать свою божу свою норму наедайте все и не надо париться ешьте столько сколько удобно вам ладно чё кого пора мне отключаться порции худеть почитать склораж с воды все и сделайте дефицит и начните худеть так что отвечу пойду через белка ем рыбу яйца ем морепродукты так ладно все короче спасибо за эфир скратали мое время я поехала не птиц тоже не люблю просто все всем пока хорошего вечера